Из Голливуда перенесемся в Крым. Там назвали имена лауреатов премии общественного признания. Преград нет. Ими стали 26 школьников с ограниченными возможностями здоровья. Среди призеров и те, чьи упорства уже отмечены различными международными наградами. И те, кто только сейчас начинают покорение трудных вершин. Репортаж Виталия Каченко. Это еще не все. Это только за два года. Огромная коллекция кубков и медалей для Ани Палин вовсе не повод останавливаться над достигнутым. Впереди паралимпийские игры в Бразилии. Я все. За новыми победами выдающейся спортсменке, страдающей ДЦП, приходится плыть, превозмогая боль. Тренировки в Симферопольском бассейне проходят утром и вечером, без выходных. Моя победа в том, что я доказала, что я чего-то стою. Паралимпийская медаль, она с Лондона. Она была заработана очень большим трудом, но она для меня как золотая, честно. Рядом с чемпионкой и в спорте, и в жизни ее тренер Марина Лисковская. Восемь лет назад она заставила девушку поверить в себя. Честная, исполнительная, ну и бескомпромиссная. Пять раз эта хрупкая спортсменка заставила себе стоять по стойке смирно во время звучания гимна России. До пяти лет Данила Демин из Бахчисарая не мог сделать и шага. Врачи сомневались в том, что он когда-нибудь научится передвигаться самостоятельно. Занятия, занятия, еще занятия. Это с утра до вечера, это постоянный труд. Ради мечты сына стать полицейским Наталье, дипломированному экономисту, пришлось стать спортивным инструктором. Сейчас Данила ежедневно проходит по 3-4 километра в любую погоду и практически без поддержки. Занимается греко-римской борьбой и уверенно держится в седле. Вот мой друг Эмират. Я прихожу заниматься 3-4 километра. Девятилетняя Ангелина – круглая отличница, призер многочисленных олимпиад и настоящая гордость школы. Девочка поет, пишет стихи и рисует любимых сказочных персонажей. Маму говорили, нарисуйте своих любимых героев. Мне понравилась очень сильно День Молочка. Ей здесь в коллективе очень нравится, она с удовольствием даже может наперед сделать домашнее задание. Мама, вот я на Черновичке уже задачу решила. Из-за генетического заболевания, спинально-мышечной атрофии, девочка не может передвигаться без посторонней помощи, но мечтает стать более самостоятельной. Я очень хочу электрическую коляску. Айнур Исмаилова пишет музыку, не зная нот. Мелодии, рассказывает, ей приходят во сне. Я хотела бы сыграть первую мелодию, которую я сочинила. Во время акции нашего канала «Первый в Артеке» Диана Гурцкая пригласила Айнур спеть дуэтом. С этого синтезатора, который подарила известная певица, началось ее увлечение музыкой. Спортивная карьера начиналась так же неожиданно. Врачи рекомендовали Айнур занятия настольным теннисом, чтобы исправить зрение и научиться контролировать свои движения. В категории до 21 года она стала третьей на Перинске России. Играл возраст до 21 года. Ей только 15 лет. Поэтому, учитывая возраст, мы смеем надеяться, что это наша звездочка, и что она нам будет защищать честь Крыма и честь России на соревнованиях самого высокого уровня. 26 человек самых талантливых, мужественных и сильных духом сегодня получили награды общественного признания. Мы гордимся вами. Вы должны знать, что вы нам нужны. Вы нужны Крыму, вы нужны нашей России. Поэтому без вас мы не сможем построить действительно такое общество, которое будет основано на справедливости, на чувстве уважения, любви к друг другу. Эти ребята уже доказали себе и окружающим, что на пути к высоким целям преград для них не существует. У них огромная воля к победе. И им просто нужно немножко помочь. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Татьяна Ревенкова и Павел Силин. Первый канал. Крым.